Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий, и сегодня я представляю вам доклад на тему клонирования операционных систем средствами Windows Deployment Devices. Данный доклад продолжает серию веб-кастов, посвященных развертыванию Windows в корпоративной среде. И в частности, если вы вообще не знакомы с Windows Deployment Devices, рекомендую посмотреть вам веб-каст, расположенный по этому адресу, на тему настройка Windows Deployment Devices, где я более-менее полно постарался рассказать о том, как настроить Windows Deployment Devices при помощи WDS-Utile, это утилита командной строки, и при помощи диспетчера служб развертывания. Перейдем к нашей текущей ситуации, текущей сети и компьютерах, которые мы будем использовать. Значит, в нашей сети существует два компьютера, Clean01 и Install01. Наша задача сегодня будет клонировать компьютер Clean01 на Install01. Соответственно, в сети также присутствует компьютер Baltazar, он является контроллером домена NERV Tokyo 3.jp. И помимо доменных служб Active Directory, на нем установлены и DNS, и DHCP сервер. Также у нас установлен WDS сервер с именем Deploy01, при помощи которого мы будем осуществлять клонирование. На нем развернуты службы развертывания Windows, Windows Deployment Devices. Сейчас мы на нем и работаем. Вот таким вот образом выглядит компьютер Deploy01 NERV Tokyo 3.jp. По аналогии можем встать на компьютер Clean01, с которым мы будем создавать образ. Вот он. Надо отменить, что этот компьютер даже не является членом домена, он находится в рабочей группе. Ну и компьютер Install01, он вообще не обладает операционной системой, он работает без нее. Соответственно, сюда мы и будем развертывать систему, которую захватим на Clean01. Итак, еще пара слов о компьютерах. Соответственно, на сервере у нас установлено, помимо всего прочего, два жестких диска. Это 10-гигабайтный, на котором стоит система, и дополнительно 20-гигабайтный жесткий диск, на котором расположено хранилище образов. Что касается компьютера Clean01, к нему также подключен дополнительный жесткий диск на 10-гигабайт. Этот жесткий диск будет использоваться как временное хранилище для образа, которым мы будем захватывать систему Clean01. Итак, как же происходит процесс клонирования? Соответственно, вот именно этот процесс мы сегодня и будем проделать. У нас есть два компьютера. Это Clean01, на котором установлена операционная система Windows 7, максимальная, на которой установлен набор программного диспетчения. О нем я скажу еще позже. И есть компьютер Install01, который абсолютно чистый, на котором ничего нет. Соответственно, мы на нашем сервере создадим специальный образ, он называется захваченный образ, при помощи которого загрузим компьютер Clean01 и сделаем из этого компьютера образ. Данный образ мы обратно передадим на сервер служб развертывания, на наш WDS сервер. И при помощи уже, то есть используя данный образ, созданный из Clean01, мы его развернем на компьютере Install01. Соответственно, вот шаги 5 и 6 могут проделываться, ну, бесконечно много раз, сколько у вас позволяет количество лицензий. Соответственно, сделав, скажем, один раз образ, допустим, вам нужно развернуть 15 машин, пожалуйста, одну развернули, создали с нее образ и разворачиваете столько, сколько нужно. Причем, ну, может у вас храниться сколько угодно, и вы будете его развертывать и использовать по мере необходимости. Итак, я упомянул захваченный образ, и чтобы рассказать о нем, я постарался придумать определение, я использовал несколько разных источников, и вот что у меня получилось. Захваченный образ, это образ, который вы используете для загрузки компьютера, на котором установлена операционная система Windows, которую вы хотите дублировать на один или несколько других компьютеров. Соответственно, давайте сейчас и проделаем, соответственно, процедуру по созданию захваченного образа. Выбираем Administrative Tool, Windows Diplomates UISES. Откроем наш сервер. Вот наши загрузочные образы, у нас есть для архитектуры x86 и для архитектуры x64. Соответственно, выбираем нужный, мы будем планировать 32-битную систему, мы создаем Create Capture Image, создаем захваченный образ. Соответственно, образу нужно придумать название, пусть это будет Microsoft Capture Setup, и такое же сделаем и описание. Соответственно, нам нужно временно где-то расположить данный файл. Используем для этого диск VDS, создадим на нем еще одну папочку, назовем ее Temp, и в ней создадим amg.vim. Все готово. Далее. И начинается процесс создания образа. Так как в данном вебкасте, как и в предыдущем, будет множество загрузок, чтобы все их не ждать, мы будем их периодически пропускать. Итак, работа мастера успешно завершена. Теперь, если мы поставим галочку Add Image to the Windows Diplomative Server Now, образ будет добавлен сразу по окончании. Соответственно, указывает нам, что у нас есть в папке Temp файл amg.vim. Указываем имя. И, собственно, добавляем образ в наш сервер. Довольно быстро прошло добавление. Соответственно, видим, что у нас появился Microsoft Capture Setup x86 в загрузочных образах. Что мы будем теперь делать? Продолжение следует...